В Казахстане дополнительно выставят на приватизацию 60 крупных объектов. Об этом сегодня сообщил вице-премьер страны Бахаджан Сагентаев. В список вошли крупные компании фонда Самрук Казына, холдингов Байтирек и Казагра, а также других объектов, находящихся в руках государства. Наиболее крупные активы предполагается реализовать инвесторам путем прямой продажи или же вывести их на фондовый рынок через механизмы IPO и SPO. А между тем, как отметил министр национальной экономики Ербулат Дусаев, единственным условием передачи компаний в конкурентную среду будет сохранение профиля деятельности. Отметим, что по итогам второй волны приватизации уже продано 205 объектов общей стоимостью почти 68 миллиардов тенге. И добавлю, что в списке объектов находится киностудия «Казахфильм», приватизация которого вызвала критику в обществе. Стратегическому инвестору может достаться 49% акций компании. Мы не собираемся целиком полностью продавать «Казахфильм». Задача такая, чтобы мы профили сохранили. Если мы, например, ежегодно выделяем порядка 5 миллиардов тенге на то, чтобы мы производили разные фильмы, этого, наверное, совсем мало. И хотелось бы, чтобы там более качественные фильмы снимали, и чтобы наши фильмы, а потом можно было там уже в других странах показывать. Возможно, придет к нам инвестор, кто знает, может там с Голливуда какие-то компании к нам придут, захотят вместе с нами работать, учитывая нашу базу. Саудовская Аравия планирует участвовать в международной специализированной выставке «Экспо-2017» в Астане. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол королевства в Республике Казахстан Горм Саид Малхан. Эриат является одним из главных в мире экспортеров нефти, хотя активно инвестирует и в исследования, связанные с альтернативными источниками энергии. Эти разработки могут стать частью экспозиции. Посол пообещал в скором времени официально подтвердить участие своей страны. Я напомню, так уже сделали 48 стран и 7 международных организаций. По итогам дневной сессии на казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 261 тенге 64 тенов. По сравнению с утренними торгами нацвалюта укрепилась на 8 тенге 32 тена. Минимальная цена сделки прошла по 257 тенге за доллар, максимальное предложение 270 тенге. Ну и общий объем сделок составил 101 миллион 400 тысяч долларов. В биржевых торгах участвовали 23 члена валютного рынка. Продолжаем поговорим о другом. В Западной Казахстанской области засуха испортила половину урожая зерна. Из-за непогоды в регионе списано 133 тысячи гектаров посевов. В регионе с конца мая по август не было дождей. В настоящее время комиссия, созданная из специалистов сельскохозяйственного управления и страховых компаний, объезжает поля. Размеры ущерба еще подсчитываются. И, как выяснилось, от засухи застрахована половина посевных полей. А, к слову, уборочная кампания в регионе завершилась. Собрано 74 тысячи тонн зерна. Во всех районах были созданы комиссии по актированию списанных сельскохозяйственных культур. На сегодняшний день оформляются акты. Согласно законодательству, после составления актов будут выплачены страховые выплаты. Это 50% со стороны государства и 50% со стороны страховой компании. А вот аграрии Акмолинской области собрали хороший урожай и уже готовятся к посевной будущего сезона. В элитно-семеноводческом хозяйстве в селе Заречное получили по 17 центнеров с гектара пшеницы, по 20 центнеров ячменя, гречиху, гороха, овса и сои. Для подготовки семян в этом году там установили новый комплекс за миллион евро. Но он того стоит, отмечают в хозяйстве. За семенами к ним приезжают даже и с соседней России, и Европы. Репортаж моей коллеги Сауле Кусаиновой. Семена Шартандинской 95 улучшены. Российские хлеборобы называют казашкой и ценят за урожайность. В элитно-семеноводческом хозяйстве в селе Заречное ее выращивают на собственных полях. А в этом году для качественной подготовки продукции на хлебоприемном пункте установили датскую семяочистительную линию. Мы можем чистить семена практически любых сельскохозяйственных культур. Но в данном случае все культуры, которые мы выращиваем в ТО, мы на этой линии можем доводить до стандартов европейского качества, до семян первого класса. Завтра мы должны приехать европейские к нам покупатели, кто же заинтересовался нашими семенами. Ежегодно предприятия инвестируют в производство полтора миллиона евро. Приобрели новую технику. В парке более двухсот единиц комбайнов и пассивных комплексов. Обеспечиваем наш регион Жакцинский, Исильский, Жаркоинский район с семенами. Сегодня мы рынок сбыта нашли в Атбасарском районе. Все в обороте. Планируем верновые 60%, масляничные где-то 20% и внимание уделить бобовым культурам. Это мы в этом году завезли элитные семена гороха, урожайно составило 15 центнеров, чечевицу дальнейшем мы собираемся сеять, крупные культуры, я как говорил, гречиха у нас, проса, овес. А в ближайшие два года в компании собираются построить завод по производству круп. К слову, в Исильском районе диверсификация сельхозпроизводства в приоритете. Пассивные площади региона занимают 440 тысяч гектаров, а значит есть место не только для традиционной пшеницы. Увеличиваем массичную культуру, приоритетную культуру. В этом году уже посеяно более 30 тысяч гектаров, на следующий год планируется более 40 тысяч гектаров. Построено два элеватора по приемке, именно массичных культур емкостью 3 тонны, 3 тысячи тонн и 6 тысяч тонн. Все это благодаря поддержке государства, отмечают аграрии. К примеру, хозяйство в Заречном в этом году получило 100 миллионов тенге субсидий на семена, топливо и гербициды. За последние сутки 17 человек стали жертвами террористических атак в Иракском Багдаде. Почти 50 получили ранения. По данным местных властей, за прошедший день в столице было зафиксировано 4 взрыва. Самый мощный из них прогремел в шаитском районе и в восточной части города. Возле одного из рынков на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате 12 человек погибли, 40 пострадали. Ответственность взяли на себя боевики Тегил. Мигранты платят преступникам, чтобы пробраться в страны Старого Света. И только с начала года, по данным МВД Франции, выявлено 177 незаконных группировок, где было задействовано более 3 тысяч человек. Депутаты называют тех, кто занимается трафиком людей, работорговцами современности. По словам народных избранников, преступники зачастую настолько влиятельны, что даже полиция не всегда может с ними справиться. Незаконно переходят границу не только беженцы, спасающиеся от войны, но и экономические мигранты. Они приезжают в Европу в поисках заработка. Особенно переселенцев интересуют Франция и Великобритания. Около 500 полицейских были направлены дополнительно в Кале, чтобы препятствовать незаконному переходу границы. Большая часть задержанных преступников предстала перед законом. И мы будем продолжать розыск и эвакуацию мигрантов, которые не являются беженцами, но хотят остаться на нашей земле. Мы должны урегулировать эту ситуацию, когда мигранты верят этим группировкам и приезжают во Францию с иллюзией возможности здесь остаться. Ну вот Казахстан как новое пристанище эмигранты из стран Ближнего Востока не рассматривают, поэтому большого притока беженцев в нашу республику не будет. И в этом уверен представитель ООН Бернард Дойл, который прибыл в Астану на встречу высших должностных лиц алматинского процесса по защите беженцев. Как правило, переселенцы стремятся в более богатые страны Западной Европы, говорит эксперт. Отметим, что граждане некоторых стран выступают против массового переселения. Однако есть и такие, которые, напротив, готовы принять вынужденных беглецов. Сегодня по телевизору мы слышим о миллионах беженцев из стран Ближнего Востока. К счастью, в Центральной Азии нет миллионов мигрантов. Я не думаю, что большое количество переселенцев приедут на территорию Азии. Но они здесь все же есть. В основном это выходцы из Афганистана. Их гостеприимно приютили из страны Центральной Азии, в частности Таджикистан. Экспертные оценки свидетельствуют о том, что вряд ли в странах нашего региона будет значительный поток. Конечно, какая-то часть мигрантов, но это будет несоизмеримо с тем количеством, которые двинулись в его. Это, прежде всего, связано с уровнем благосостояния. В этом отношении страны нашего региона не настолько для мигрантов привлекательны. Лидер коалиции левых радикальных сил Алексис Ципрос принял присягу в качестве премьер-министра Греции. Церемония проводилась в президентском дворце с участием главы государства. Ципрос пообещал соблюдать конституцию и законы Греции, а также служить интересам греческого народа. Ранее в официальной резиденции правительства во дворце Максима прошла церемония передачи дел от главы служебного правительства страны новому премьер-министру. Я возвращаюсь в канцелярию премьер-министра с памятью о трудном периоде позади меня. Все эти сложные переговоры и многочисленные дебаты были не зря. Я возвращаюсь с большим оптимизмом и верой в будущее. Надеюсь, к тому времени, когда я покину этот офис снова, все забудут про сложные времена и будут жить более благополучно. Ранее Сириза триумфально победила на прошедших досрочных парламентских выборах. Набрав более 35% голосов избирателей, она во второй раз вернулась к власти. С учетом бонусов в 50 дополнительных мандатов, отдаваемых победителю партия, получила 145 мест в парламенте. Ее главный конкурент, правоцентристская новая демократия, набрала 28%, то есть 75 мест. Язык – залог дружбы. Фестиваль под таким названием состоялся в Усть-Каменогорске. Посвятили мероприятие Дню языков. А местом проведения выбрали этнодеревню. В праздники участвовали более 150 артистов, и это представители различных этносов. Побывала на красочном празднике и наш корреспондент в регионе Анель Ясенбердина. День языков – настоящий праздник дружбы и единства. Не случайно в Восточном Казахстане отмечают его всем миром. Всего в области действуют 9 домов дружбы и более 70 этнокультурных объединений. И представители каждого из них пришли на фестиваль. В этнодеревне возле каждого жилища собственное представление. Песни с гармошкой, столы ломятся от национальных ясв. Мастерицы демонстрируют свое искусство. В каждый дом стараются завлечь гостей и удивить их. На праздник участники прибыли со всех районов. К примеру, сейчас готовится к выступлению танцевальный коллектив «Каприз» из Ридера. Девочки в этот раз перевоплотились в кореянок. Когда мы танцуем танец, мы не просто выдаем движение, мы выдаем какой-то колорит народа. У нас костюмы по всем параметрам, также настроение. И то, как себя преподнесем мы, так и зритель поймет, как ведет себя этот народ. Наша Родина дает нам возможность познать культуру самых разных этносов, говорят участники фестиваля, и признаются в любви к Казахстану. Причем не только устно. На праздники все желающие могли оставить свои пожелания стране на специальных баннерах. Воспользовалась этим и Мальдера Кимбаева. Я рада, что у меня есть такая возможность, чтобы показать свою любовь, доказать, как я люблю свой Казахстан, свою страну. Наша республика уникальна, говорят и организаторы. Только у нас государство официально поддерживает стремление людей самых разных этносов. Знать и изучать свой родной язык и культуру, говорят организаторы фестиваля. У нас в области существует один областной 10 районно-городских центров обучения языков, которые изучают государственный язык, русский язык, английский язык. Кроме этого у нас существуют воскресные школы, где более 11 этносов изучают свой родной язык. На фестивале звучали песни на всех языках, поражали зрители и разными народными танцами. Отдельный подарок – флешмоб – подготовили к празднику маленькие усть-каминогорцы. Рассказав о своей любви государственному и родным языкам, малыши отправили в небо сотни шаров. Анна Лисенберзина, Аслан Тулепов, Усть-Киминогорск, 24КЗ. И последнее. Казахстанская спортсменка Сабина Алтенбекова перешла в японскую волейбольную команду. Фотографии с нового места тренировок девушка опубликовала в социальной сети. Многие поклонники тут же отреагировали на переменные. Вспомнив предыдущее интервью, в них спортсменка неоднократно повторяла, что будет представлять казахстанский волейбол. Оказалось, что переезд в страну восходящего солнца временный. По словам ее тренера Анатолия Дьяченко, Казахстанская федерация волейбола подписала с японскими коллегами контракт, по условиям которого Сабина будет набираться опыта за рубежом, а после вернется в родную команду. Я напомню, популярность к спортсменке пришла после того, как китайские журналисты отметили необычную внешность Алтенбековой. За короткий срок волейболистка обрела сотни тысяч поклонников в Азии. На этом все. До встречи в прямом эфире в следующем часе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова